В прошлом году в Никола-Малеце отремонтировали дорогу. В этом году, в октябре, начались работы по устройству наружного освещения. Специалисты МУП «Тверь-Горэлектро» монтировали линию с нуля, ставили опоры, собирали шкаф управления. Во вторник фонари, о которых много раз спросили местные жители, впервые осветили улицу. Не было раньше фонарей, мало того. Могу сказать, что лично я на приеме у губернатора об этом просила, чтобы они были сделаны. Было просто очень опасно ходить в темноте, пешеходов не замечали. Бывали случаи, когда людей едва не сбивали. Поэтому, конечно, мы сейчас очень рады, что вот, наконец-то, появилось освещение. Освещения не было. Вообще, с этой дорогой сделано великолепно. Значит, стало ездить, появилась жизнь великолепно. Спасибо большое вам всем. «Тверь-Горэлектро» последовательно проводит электричество на те улицы, где его никогда не было. В Красном Знамени и ДРСУ-2, например, наружное освещение тоже появилось. Работы велись без вливаний со стороны городского бюджета. Средства находятся за счет собственных резервов. И в том числе за счет экономии, которая образуется в результате эффективной эксплуатации существующих сетей наружного освещения. Новые фонари в Никола Малице подключены к системе «Кулон», которая появилась на предприятии в прошлом году. Система позволяет автоматически включать освещение и в постоянном режиме следить за исправностью линий. Установлена сим-карта, как в телефоне, скажем так, по каналу радиосвязи. С диспетчерской поступает сюда сигнал и включаются контакторы, через которые подается напряжение в линию. Вот такие фонари стоят сейчас только здесь и на улице Первая профинтерна. Они достаточно яркие, но электричество при этом потребляют меньше, чем другие. Это дает возможность экономить деньги, говорят в администрации, которые позже пойдут на освещение других точек города.